Книга «Открытым оком», 21 том, вопрос 3050. Читаю Библию, но так много слов встречается, какие я никогда раньше не встречал ни в печати, ни по радио. Где найти значение этих слов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапки. Если есть выход в интернет, то там можно найти разные словари. Могу там дать вам электронные версии полный церковный славянский словарь про Терей Григорий Дьяченко, 1120 страниц, библейский словарь, Эрик Нюстрим, 518 страниц, со многими фотографиями и рисунками. Его можно выписать в библейском обществе за 250 рублей с пересылкой. Прочтите предусловие к думсловарям и уже много узнайте. Я постоянно читаю разные словари и переводы, всегда удивляюсь многим знаниям добрых людей. Библейская энциклопедия Брокгауза. Самое большое на сегодняшний день издание библейской энциклопедии на русском языке, созданное на основе достижений современной библеистики. Более шо 6 тысяч статей по истории, археологии и географии. Описание всех ее персонажей, мест, городов, животных и растений. Обзорные статьи ко всем книгам священного писания. Объяснение важнейших библейских богословских понятий. Около 200 цветных иллюстраций в печатном издании. Более 400 карт, рисунков и схем в печатном издании. Перевод с немецкого. Оригинальное издание. Люк Текон Зур Бибел. 1994 год. Брокхауз Верлак Вупертал. Издание и переиздание у научно-богословской библейской литературы. Издатели предъявляют максимально высокие требования, которые рассматривают как основное условие своей книгоиздательской деятельности. Священное писание обладает непревзойденным авторитетом, будучи Словом Божиим. Оно возникло как проявление суверенной воли Бога, который притворил свое слово в слово человеческое и постоянно сохраняет и утверждает его как свое слово. Этот принцип отношения к Библии изложен в статье Священное Писание. Именно поэтому полемика и размеживание с религиозно-научным и литературно-критическими тезисами были сознательно ограничены в данном издании. Наш словарь призван прежде всего вызвать радостное ощущение истинности благой вести. При этом тот, кто стремится объективно и честно подходить к изучению Писания, должен допускать в определенных случаях возможность нескольких параллельных толкований. Мы глубоко благодарны Фринцу Реникеру за его личный труд и за то, что он вовлек в него других. И сегодня еще ясно ощущается благодатный след этого труда. Мне хотелось бы, чтобы новое издание словаря хранило эту благодатную традицию и передавал ее дальше. Читатель может лишь догадываться, каких усилий труда и самодачи потребовала эта работа. Читателям решать, увенчался ли этот труд успехом. Ведь дело отнюдь не в том, чтобы составлять много книг, от чего нас собственно и предостерегает Екклезиас 12.12, а в том, чтобы сказать вслед за псалонопевцем «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Псалом 118.162 Имена собственные и географические названия также приводятся в соответствии с библейским текстом в синодальном переводе. Библейская энциклопедия «Труд и издание Архимандрида Никифора. Москва. 1891 год. Репринтное издание. 1919 года». Под указанным названием печатается обширный труд, предпринятый мною еще в начале прошлого года. В более или менее обширных статьях, а не редко в коротких и сжатых, смотря по важности предмета. Библейская энциклопедия отвечает почти на большую часть вопросов библейской археологии, архитектуры, астрономии, географии, биографии библейских деятелей, ботаники, священной библиографии, военной науки, зоологии, земледелии, искусств, минералогии, метеорологии, медицины, математики, нумизматики, педагогики, физики, этнографии и других. Богословские термины, за исключением терминов строго библейского значения, опущены. Объяснение подробностей библейских терминов касается как канонических, так и неканонических книг Священного Писания. С тем, однако, что объяснения последних отличаются значительной краткостью по сравнению с первыми. Издание включает приблизительно 7500 объяснений различных слов, встречающихся в ветхозаветных и новозаветных канонических и неканонических книг Священного Писания. Исследуйте Писание, Иоанн 5,39, сказал Господь Спаситель в одном месте и в другом. Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Матфея 22,29. И вот, имея это главной целью, ближайшее ознакомление читателей с богодохновенной красотою, силой и выразительностью книг Священного Писания. Составитель означенного труда имеет также в виду, чтобы он и, помимо своей специальности, служить для различных библейских справок, составлял и простую, для всех понятную, наседательную, настольную книгу, не только для образованного, но и для всякого любознательного православного христианина, любящего глаголы жизни вечной. В начале каждой статьи помещается объяснение каждого слова, цитата или несколько цитат, строго проверенных с русской Библией, которой преимущественно пользовался составитель. И, наконец, уже изложение, содержание статьи. Источниками и пособиями представления Библии, библейской энциклопедии служили Библия на славянском языке и в русском переводе. Богословие Преосвященного Макария Антония, пространные христианские катехизисы, начатки православно-христианского учения, метроболита Филарета, словарь православного церковно-служебного языка, священных обрядов, преподобных Михайловского, библейский словарь Верховского, опыт библейского словаря, Протерея Солярского, Хейн Дворд Батч, Дэс Библишен, Эртен Хумс, Доктор Эдуард Рилм, Дэй Точки, Едис Библиц, Библикал, Циклопедия, Биттонс Библ Дикционари, Кэссел Библ Дикционари и другие. Три последние английские издания оказались особенно полезны при составлении популярной библейской энциклопедии, так что многие статьи, подчастливые библейские географии, биографии, ботаники, зоологии, этнографии и прочие, с некоторыми изменениями, заимствованные из оных, ввиду их богатой библейской содержательности, изящего изложения и новейших научных исследований. Издавая библейскую энциклопедию почти всем отраслям библейского знания, перечисленным выше, надеясь, что настоящий труд окажется не только полезным, но и душеспасительным чтением для множества лиц с любовью и благоговением читающих Слово Божие. И что, с другой стороны, читатели снисходительно отнесутся к выполнению такой обширной, многотрудной задачи, каково издание полной библейской энциклопедии. И покроют свою любовью, если сверхчаяние встретятся в он и какие-либо мелкие опечатки и погрешности. Архимандер Никифор, 14 сентября, 1891 год. Электронное издание, подготовленное в рамках проекта «Вопросы библеистики. Ресурс для самообразования». С нашего сайта вы можете скачать профессиональный библейский софт, другие материалы по исследованию священного писания. Ниемия 8.13. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжники ездили, чтобы он изъяснял им слова закона. Лука 24.27. И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Стихотворение. Бог есть любовь и самосущный дух. О нем мы знаем меньше, чем о самих себе. Домысливаем, пишем, рассуждаем вслух, пытаясь докричаться среди зарзух и бед. Бог однозначно вовсе не таков, каким его язычник представляет. Что он есть статуя, не слышит нас без слов, сам по себе на нас подчас не взглянет. Бог одинок и запредельно где-то, повыше звезд и может даже дальше. Язычники умом не развиты, как дети. По-человечески, конечно, жаль их. А мы-то сами горе-христиане. Чем лучше до потопных сумасбродов? Какими? Не христиане нации все стали. Чего не сделаем, не трезво нагородим. В Бог в одночасье потопил людишек и спепелил Гомору и Содом. Сверскупо Библию трагедию опишет. Творим же мы похлеще и к тому же бредем. Бог есть любовь и в жутких катастрофах. Не человеком осуждать его поступки. Он самовластен подтянуть Голгофе. Жизнь завершить и сделать землю трупом. Бог дал дыхание, а бен веществ повсюдный. Одно другим пытается, питается и кормит. Мох зеленеет над упавшим дубом. Во влажный мох дубок пускает корни. На нашей суете и ошибках и крушениях. Что возрастет в редущих поколениях? Стратегам будущим пусть расчищают шершни. Сумеют из осколков в сегодняшних их склеить. Поразмышлять с молитвой не грех. От замыслов божественных едва ли зрим частицу. Властители умов пищат из-под застрех. Глаз Иеговы в Библии не заглушите писком. 2007 год. Игнатий Тихонович Лапкин.